Всем привет! Мы на финале континентальной лиги по Лиге Легенд и встретили здесь нашего старого знакомого Мишу Лисориуса. Привет, Миш! Привет! Ну ты апеллируешь моему возрасту, я еще не такой старый. Отлично! Начнем интервью, наверное, с главного вопроса. Что здесь делает глаз телевидения по киберспорту? Тут в целых три глаза работают три оператора, один с квадрокоптером, только что снимал на улице. Дим Бабунец, в общем-то, он знаком всему Гудгейму, он часто фотографирует всякие киберспортивные ивенты. Помимо этого, здесь работают два оператора, вчера работало два оператора, ивент же двухдневный. Ну, мы снимаем по нескольким причинам. Мы, конечно же, хотим показать телевизионный сюжет, мы обязательно покажем, будет выпуск игропрома. Но сейчас будет важный анонс, хотя, наверное, преждевременный. Тем не менее, возможность этого материала, который мы сейчас снимем, мы сделаем кое-что очень специальное для канала Матч ТВ. Вот это пока еще не совсем официально, но это будет круто, если мы получим разрешение, да, и нам дадут добро, потому что картинка классная. То есть это действительно, я не знаю, прецедент, мне кажется, с 2002 года, когда был World Cyber Games Россия, вот я такие старые времена помню, я же старый, да, когда ВЦГ Россия проходила как раз в Лужниках. То есть использовали какую-то спортивную арену и превращали ее в киберспортивную. Но тогда это было очень все местечковое и так себе. То есть если бы те люди увидели, как это делается сейчас, они бы офигели, упали в осадок. Потому что это второй случай, когда берут спортивную арену, не какой-то там Крокус Сити, да, не какую-то там концертную площадку, а действительно спортивную арену, она генетически создана для спорта и превращает в киберспортивную арену. Навозят технику, навозят свет, навозят все, но по факту это спортивная чаша, здесь проходят спортивные соревнования, здесь спортивный дух, здесь стены пропитаны спортом, болением, вот этим всем, глубоко на несколько сантиметров. И теперь здесь еще и киберспорт. Это прецедент, мы снимаем и получаем удовольствие, ну, потому что масштаб и потому что ни одного свободного кресла. Это так приятно, что люди не сидят в интернетах, хотя можно кликнуть и увидеть всю трансляцию в тапочках, в пледе, и тебе будет вроде как комфортно. Нифига тебе не будет комфортно, потому что настоящий комфорт и кайф он здесь. Надо прийти, надо смотреть, надо участвовать, надо болеть, надо бить в эти палки, показывать большой палец. Это все, что сейчас делают там люди в зале. Уже поздно присоединяться, если вы вдруг решились, что надо идти. Нет, поздно, ребят, в следующий раз. Но все, кто здесь, я думаю, получают удовольствие. Это драйв, это энергия. Да, ты упомянул про организацию подобных турниров до этого. Ваша съемочная бригада была уже на многих турнирах и за рубежом, и за эту историю многолетнюю. Что ты можешь сказать по поводу именно этого ивента, он на уровне турниров мировых? Ну, надо сказать, что с определенного момента у нас начали делать очень науровневые турниры. Ну, нельзя сказать, что только в Москве, да, ну, так сказать, на территории СНГ, StarLadder, например, да, то, что проходит в Киеве. Это действительно уровневые вещи, то есть взять эту картинку, я запостил тут фото, буквально недавно я написал, типа, это DreamHack? Нет. Это International? Нет. Это Москва. То есть приятно, что по картинке вот просто не отличишь. Да, есть какие-то косяки, да, есть какие-то недоработки, какие-то длинноты, но на самом деле это вот вещи, которым даже придираться не хочется. Приятно, что делается такой ивент, и он делается долго. То есть мы сейчас общались со всеми организаторами, мы слышали, как долго все это прорабатывается. И если вот кто пришел чуть раньше, еще до начала, до 2 часа, как все прогонялось, как это все вот до последнего момента Миша Зверев бегал из комментатора, спрашивал, так, мне нужно 25 секунд, чтобы бежать отсюда до сюда. Да замерь, пожалуйста. И там замерялись секундомер, успевает он бежать на 25 секунд или не успевает. А это имеет значение, потому что 25 секунд звучит там музыкальный джингл. И он должен за это время перебежать, чтобы было все комфортно, да, чтобы не было паузы какой-то неловкой, чтобы куда-то бежит. Нет, он за время джингла перебегает, встает на новое место и продолжает говорить. И даже такие вещи продумываются, да, и до последней секунды они прорабатываются. И это здорово. То есть люди уже смотрят на это как на шоу, как на сложное такое режиссерское действие. А не просто вот мы посадили 5 человек, 10 человек на сцене, у дискомментаторы, и типа как оно там пошло. Ни разу не так. То есть это сложнейшая верстка, и она должна быть по пунктам соблюдена, при том, что очень много факторов, которые могут замедлять, ускорять. Это очень подвижная история, которая держит постоянно под контролем. У них получается, пока все хорошо. Давайте поговорим по будущим турнирам, по будущим каким-то певентам, которые вы планируете посетить. Что ты можешь рассказать о ближайших временах? Ну, самое ближайшее время – это финал по танкам. Я знаю, многие люди не воспринимают танки как киберспорт, но, опять-таки, если побывать на их шоу, ну, как-то все сомнения отпадают. Киберспорт. Много зрителей, великолепно все сделано. Игры уже не такие скучные, там поменяли правила. То есть уже в прошлом году мы тоже были на этом танковом чемпионате мира. Это проходило в Варшаве, в этом году тоже в Варшаве. Это был уже драйв, да, то есть мы сидели адреналином, закипали. В этом году, надеюсь, все будет не хуже. Я вообще надеюсь, что у них там и корабли подгонят, и что с кораблями у них тоже будет какой-то киберспортивный какой-то экспириенс. Получится сделать. Но просто много интересных игр. Мы же все-таки рассказываем об играх в целом. И каждую неделю какой-то крутой релиз. И мы как-то его отрабатываем. Да, и мы как-то его поснимаем. Мы его, там, пытаемся отразить в реальность. Там, буквально на прошлой неделе, точнее так, месяц назад, например, мы снимали, был замечательный совершенно кейс, игра в Far Cry Primal про древний мир. И нам рассказывали про этот древний мир представители Дарвинского музея. Они объясняли, что в игре как бы правда, а что неправда. Что там перемудрили разработчики. Вот такие у нас, мы создаем сами эти какие-то вот такие вот придумочки, да, съемочные, мы их реализуем. Что там впереди? Впереди, ну, большие какие-то мероприятия, типа, типа E3, надеюсь, поедем. Возможно, поедем на меропри... пресс-тур, посвященный Uncharted 4. Студию, которая сделала Uncharted 4 и предыдущие все части Uncharted, Naughty Dog. Если пригласят. Надеюсь, что это случится. Еще один важный момент про этот турнир. Все-таки я хочу заметить. На этот турнир продавались билеты. Это важно, потому что у нас киберспорт вообще зарабатывает не со зрителя, который там покупает билеты, мерчендайз, фанатскую атрибуточку и все прочее. Он зарабатывает с игрока, который платит в игре. И тут в Riot делают такой робкий шаг за 300 рублей. Они говорят, ребята, купите билет. И все покупают билет. И это здорово. Это значит, что они постепенно... Возможно, в всяком случае, теперь это возможно. Теперь есть прецедент. Будут отводить частично людей от игры и превращать их просто в зрителей. Вот мне экипаж просто зрителя, фаната, который вовлечен в боление, который там покупает абонемент, чтобы смотреть, который покупает фанатские футболки, продукты, который там живет на формах своих команд. Мне он, на самом деле, даже ближе, чем геймер, который просто играет и дополнительно еще за кого-то болеет. Вот мне хочется, чтобы было больше болельщиков, болельщиков, профессиональных болельщиков, платящих болельщиков. Это ничего зазорного, это здорово. Ты этими деньгами помогаешь команде, помогаешь развиваться дисциплине. Это правда. Причем намного более, мне кажется, правильным способом, чем ежели ты платишь внутри игры, как бы немного по-другому, там, пестуя свое отношение к этой игре. То есть я за болельщиков, я за фанатов, я за профессиональные организации, я за то, чтобы это все приобретало такие бизнес-формы, здоровые бизнес-формы. И вот то, что все билеты выкуплены, а тут 3000 человек, да, немало. Это очень хорошо. Это значит, что и в дальнейшем, вероятно, будут другие турниры, где надо будет покупать билеты, где нужно будет деньгами подчеркивать, что тебе это интересно и важно, что ты готов платить за это зрелище. Не очень большие деньги, с кино дороже сходить. Но сам факт, это очень прецедентно. Это такой хороший шаг вперед по отношению к тому, что было до этого. Да, это здорово. Туфминал про возможное сотрудничество с Матчин ТВ. Что ты можешь рассказать о работе киберспортивного журналиста и представителя, можно сказать, нашего комьюнити на большом телевидении? Как продвигается работа в освещении, в каких-то показах, игр, турнирах и так далее? Ты опять меня снабдил каким-то громким титулом в киберспортивный журналист. Опять-таки, киберспорт у нас возникает тогда, когда возникают какие-то события, связанные с киберспортом. Мы освещаем всю индустрию в целом. И в этом наш интерес. С Матч ТВ конкретно идут долгие переговоры уже в течение многих-многих лет. Они абсолютно вежливые, деликатные. Я понимаю, что хочет канал. Они понимают, что хочу я. Но понятно, что просто открыть дверь на горе и сказать, ребята, вы все эти годы ничего не понимали, почему у вас не было киберспорта. Но нельзя. Все-таки канал нацелен на несколько другую аудиторию. Вот сейчас главный вопрос решается как раз в том, не только мной, но и другими людьми, которые хотят что-то показывать на Матч ТВ, на главном нашем спортивном канале, связанном с киберспортом. Возникает вопрос не что показывать, а как показывать. Как показывать так, чтобы это было понятно? Может быть, нужны какие-то программы в порядке ликбеза, объясняющие, что такое киберспорт, что такое дисциплины. Это нужно, чтобы подготовить площадку, чтобы на эту площадку стало уже что-то серьезное. Поэтому сейчас вот такой первый шаг. Возможно, там нужны новые лоции киберспорта. Может быть, кто-то помнит такую программу. То есть прошло много времени, и аудитории, которая уже намного более лояльно относится к киберспорту, она от него не шугается, даже взрослая аудитория. Она понимает, что это такое. Она слышала об этом, видела это, и ей нужно всего лишь немножко больше дать информации, чтобы она это приняла. Вот об этом мы сейчас обсуждаем, и это является сейчас предметом обсуждения, как нам подготовить почву. Потому что понятно, что каналу рано или поздно это будет нужно в достаточно большом объеме. Тут нет никаких иллюзий ни у кого, это правда. Но вот как сделать первый шаг, как не отпугнуть аудиторию, большой вопрос. И никто, на самом деле, ответа не знает. Вот его нету такого прямого. Нужно будет экспериментировать, нужно будет разные форматы включать, новостные, репортажные, какие-то спецрепы. Все это будет, я это точно обещаю. Так или иначе, это появится на канале в ближайшее время. Если вы все еще смотрите телевизор, включайте Матч ТВ, посмотрите на результат нашей работы. Это отличные новости. Может быть, какие-то слова для аудитории Пудгейма. Мы смотрим ваши выпуски. Так, друзья, не надо смотреть наши выпуски. Тренируйтесь в Overwatch. Осталось два месяца. Давайте уже, надо быть готовыми, чтобы мы стали главной Overwatch державой мира. А то все корейцы да корейцы. Это неправильно. Все, хватайте бета-ключи у кого угодно. Тренируйтесь. И вот, чтобы в конце мая, когда игра выйдет, мы были прямо на коне. Я в это верю. Спасибо.